Добрый вечер и мы снова подводим итоги нашей недели. Говорим о городском хозяйстве, говорим о городских дорогах и все, что с этим связано. Неделю назад мы говорили о новых это разметках, о тех решениях, которые будут в организации дорожного движения. Немного внесла эта погода какие-то коррективы, но тем не менее мы и дальше работаем в этом направлении. Хотелось бы также сказать, что на этот исполком, который будет, мы готовим очень знаковое решение. Решение о том, чтобы запретить в Одессу въезд грузовых автомобилей в часы пик. Часы пик имеются ввиду с 7 до 10 утром и с 17.00 до 20.00 вечером. Зачем нам это надо? Безусловно, утром самая большая нагрузка на наши дороги, самый большой трафик. И, конечно же, те машины, которые заезжают в город для подвоза, развоза товаров, либо те машины, которые едут на стройке, в данный момент серьезно мешают дорожному движению. Вот именно для того, чтобы облегчить в городе движение в часы пик, мы вводим эти ограничения. Также хотелось бы отметить, что в марте месяце было составлено более 8 тысяч админматериалов нашими инспекторами по паркованию. За неверно запаркованные машины в основном это касается центра города. До этого количества материалов, конечно, было существенно меньше. Если говорить, допустим, в февраль месяц, то это было всего полторы тысячи. Зачем я акцентирую внимание на этих цифрах? Безусловно, запаркованные машины в историческом центре города, а также на магистральных улицах, также серьезно мешают нашему трафику и серьезно останавливают в городе движение. Учитывая работу наших инспекторов по паркованию, более системную работу, то есть это разработаны маршруты, и мы сейчас делаем упор, повторюсь, на магистральные улицы и там, где действительно запаркованные машины мешают. И учитывая те ограничения, которые мы хотим вести, и те уже решения по развязкам, которые в городе есть, то эта неделя минувшая стала, скажем так, в этой рейтинге четвертая в этом году по проезжаемости в городе. До этого самый лучший месяц по этим показателям был январь, и вот мы уже выходим практически на январские показатели. Это наряду с тем, что в городе еще ведутся ремонтные работы. Как только закончатся ремонтные работы на наших дорогах, и мы введем уже сказанные ограничения, то я уверен, что проезжаемость в городе станет еще лучше. Также хочется более подробно остановиться на теме наружного освещения. Мы говорили о том, что сейчас мы к этому вопросу подходим более системно, то есть не ведутся в городе какие-то точечные работы, которые в целом не дают ожидаемого результата, а мы ведем системную замену наружного освещения в городе на более качественную, более современную и более экономную. Делаем мы это все согласно схеме, которую мы назвали «Вечерняя Одесса». Год назад, в минувшем году, мы заменили освещение в Суворовском районе. Действительно, жители Суворовского района, уверен, уже успели это оценить. Поставили освещение наружное даже на тех улицах и тех это переулках, где никогда его не было. Сейчас же, в этом году, ставим перед собой цель то же самое делать, но по Приморскому району города. Наши работы начнутся буквально через месяц. Сейчас готовится техническая документация. Будут это разыгранные конкурсы, состоится тендер. И на этом тендере мы выберем компанию, которая будет выполнять эти работы. Но уже сейчас хочу это сказать, что эффект, который мы получили в Суворовском районе, действительно тот, что мы ожидали. Это и экономия электроэнергии, это и качество освещения, это и опять-таки гарантия на эти светильники на 10 лет. Ну и хотелось бы сказать, что такая улица, как Екатерининская, это получит совершенно новое качественное освещение, уже с дополнительными опорами, а вернее с опорами, а не на тех это растяжках, как сейчас это существует освещение на улице Екатерининской. Также есть еще несколько решений по центру города, более качественного, более эффективного решения. После этого района в дальнейшем мы будем идти в Малиновский и в Киевский район. Наша задача за пару лет полностью поменять в городе наружное освещение, как мы уже говорили, чтобы в городе не осталось ни одной неосвещенной, ни одной темной точки. Хотелось бы перейти к нашим мусорным подземным контейнерам. То, что мы показывали на этой неделе, мы получили новое решение, а вернее рестайлинговая модель, если можно сказать, это того, что мы уже в городе устанавливали осенью, летом, до зимы. То есть мы успешно перезимовали с этими конструкциями, с этими системами. Никаких сбоев, замечаний не было. И сейчас мы начинаем устанавливать новые, но уже доработанные. Сейчас эту конструкцию можно поднять либо с помощью мобильного телефона, либо с пульта. Вот, что безусловно намного легче. Сейчас есть уже установлены индикаторы, и человек видит, переполнен контейнер, либо нет по световому сигналу. Также, если он это переполнен, то контейнер автоматически закрывается, и мусор выкинуть в него уже невозможно. Помимо этого, это поступает сигнал оператору о том, что контейнер переполнен, и его необходимо опорожнить. Также он поступает в департамент городского хозяйства, центральному диспетчеру, который тоже на это реагирует. Даже оптимальный маршрут это рисует, как в машине максимально быстро можно доехать до этого контейнера. Пока такие конструкции мы будем устанавливать в центре города. Почему? Потому что мы формируем маршруты, безусловно, в целях более, скажем так, удобной работы и продуктивной работы. Это элементарная логистика. Мы их наносим пока на один маршрут, на одни улицы, чтобы их было легче опорожнять и обслуживать. В дальнейшем в центре города, безусловно, мы эти мусорные подземные контейнера, эти решения будем умножить и на остальные районы нашего города. Повторюсь еще раз, себя они зарекомендовали за эти более чем полгода уже очень хорошо. На этом на сегодня, наверное, все. Как всегда, мы видимся через неделю, говорим об основных событиях в городском хозяйстве. До новых встреч!